Приветствую вас, Александра. Ну, есть такое понятие, как личностный рост. Это безусловное принятие суда. Личностный рост включает в себя смену определенного мировоззрения, вот, ориентир больше на ценностные вещи, нежели на внешние материальные, вот. И таким образом, с одной стороны, включает исследования и проработку природы, появление у вас, именно, условных, условий для принятия себя, потому что, когда вы волнуетесь, как вы выглядите, это, это условие. Это не безусловие. В данном случае, вам кажется, что это безусловно, но это условие, которое вы себе предлагаете. Только для вас это настолько привычно, что вы этого не осознаете. Обратить ваше внимание на это и проработать можно, соответственно. Вот. И мировоззренческий момент, связанный с тем, как вы воспринимаете себя, общество, людей, в обществе и так далее, тоже очень важно. Вот. Не менее важно сверять это с тем, что является для вас важным, с точки зрения ценностей, с точки зрения приоритетности ценностей, ну и так далее. Это тоже достаточно важная история, это тоже достаточно такой важный момент. Что касается методов, техники и прочего, то, к сожалению, нет такого метода, которым воспользовавшись, которым вы сами могли бы себе помочь делать это только со специалистом. Ну, я бы выделил клиенту центрированную терапию, вот, и, может быть, гестант. То есть это вот тоже повышение уровня эмоционального интеллекта, да, и работы с чувствами. Вот, это то, что я бы выделил в качестве направления, но зачем это вам, даже я не очень понимаю. Вот, если вы хотите выбрать, ну, какой-то вот оптимальный способ для себя получить, то, я боюсь, что не получите, потому что, я ещё раз повторю, можно только с помощью специалиста это решить, вот. Но главное вот то, что вы, то, на что вы можете посмотреть сейчас, это некая условность принятия себя. Некая постоянная оценка себя, требования к себе, то есть, я буду хороший, если, я буду хороший, если, вот. Ну и, собственно, сама вот эта вот поляризированная картина мира, когда есть хорошие, есть плохие, есть красивые, есть некрасивые, да, то есть, вот такой полярный, черно-белый мир, по большому счёту. Вот, ну, это, мягко говоря, оторванный от реальности позиция, потому что мир, он не полярный, не поляризированный, точнее. Вот, и не черно-белый, а серый, но вы его таким не видите, и отсюда возникают такие вот сложности. В каком порядке, как, с чего начинать с вами работу, можно будет определить при непосредственной беседе с вами. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого вам доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok